Такое множество точек на Торе, где у матрицы А есть два комплекса сопряжённых собственных числа. То есть вот из этих лямбридов два комплекса сопряжённых. Ну такое запросто бывает. Тор разбивается на какие-то области, где есть комплексные собственные числа у матрицы А и где их нет. Там, где не есть, эти точки называются эллиптическими точки. А там, где их нет, это гиперболические точки. А это Тор что-то параметризует? Это всё мнение про Тор. Это Тор реально что-то параметризует или... Какой смысл этого Тора просто? Так это на нём система решает. У нас метрика на Торе. То есть у нас все эти функции, они периодичные по Те и эти формы прям уже считают. Метрический потоп на гумер на Торе. Вот. То есть весь Тор он разбивается на области, где есть комплексные собственные числа и где их нет. Вот там, где комплексные собственные числа есть, это называется эллиптическая область. Но вот оказывается, что в эллиптической области, если существует интеграл четвертой степени, то он обязательно приводим. То есть в этой же области есть и интеграл второй степени. И в этой области метрика имеет любых типов. То есть, грубо говоря, если мы хотим построить метрику с интегрированным георгическим потоком, где коэффициенты нашего полименального интеграла аналитические функции, то тогда можно сразу сказать, что эллиптических областей нет. В этом смысл этого утверждения. То есть можно считать, что в аналитическом случае весь Тор является катерболическим. Значит, как это было установлено? Это было установлено следующим образом. Вот оказывается, что если у нас эллиптическая область, то, скажем, λ1 и λ2 это два комплекса собственных числа в матрице А, а λ3 и λ4 это два вещественных собственных числа. Вот оказывается, что dλ3 или d4 по dR4 не равно 0 в эллиптической области. Это некоторое такое сложное техническое вычисление, но вот оказалось, что в эллиптической области dλ3 по dRi, где и 3 вещественных числа не равно 0. И тогда мы можем воспользоваться тем же самым трюком, который я рассказывал для уравнения нелинейной области. Дело в том, что в эллиптической области вдоль характеристик будет выполняться некоторое уравнение рекати, и в эллиптической области будет происходить blow-up у решений. Отсюда следует, что варианты Риммана в этой эллиптической области должны быть постоянные. Отсюда уже можно сделать вывод, что интеграл в четвертой степени приводим. То есть вот с эллиптической областью мы умеем разбираться, а вот что происходит в гиперболической области, это непонятно, задача очень сложная и непонятно никак не подходить. А не бывает такого дурацкого вопроса, что надо перейти на двулистное натуре и смотреть, что там будет происходить? Потому что вот у вас в натуре есть эта самая матрица А, но ее собственные числа в каждой точке, то есть матрица зависит от точки натуре, но все эти числа, они там крутятся собственные. Надо перейти просто на ту поверхность, где матрица становится однозначной. Ну, как говорится, это будет плоскость. А почему? Это будет не плоскость, это будет матрица не будет однозначной. Над тором будет весить некоторая поверхность. Спекральная кривая, да. Спекральная кривая вовсе не обязана быть. У нее есть светление над тором. Ну, мы потом поговорим. Ну, мы потом, да. Нет, над этим мы не думаем. Да. Ну, вот, значит, вот в любительской области мы говорим, умеем доказывать, что метрика сводится к львировому типу, в ключе интеграции только достигнули. А в гиперболической области это очень тяжелая задача, непонятно, что там дело. Ну, теперь, собственно, я хочу рассказать наш результат основной. Давайте предположим, что на торе задана какая-то метрика Римманова, то есть ей отвечает поминтониан, вот такого типа. И предположим, что у нас есть магнитное поле на торе. Вот, тогда геодрический поток, он отвечает вот такой скобке полосона, то есть поминтониан с магнитное поле. То есть вот эта стандартность, сколько в полосонном случае геодрического потока изменяется вот на такое слагаемое. И вопрос опять тот же самый. Есть ли метрики на торе и магнитное поле такое, что сколько полосонов f и h равно 0. Вот есть единственный пример, когда это выполнено. Известный единственный пример. Значит, возьмем метрику вот такого типа. Лямбда . Опять же, вот эта функция омега-большой можно взять в минус точку x . Тогда у магнитного геодрического потока существует интеграция первой синтонифа . То есть вот стопка полосона вот этой функции f и h в этом случае будет равняться 0. Других примеров просто нету, когда омега-большая функция. Если записать условие, что fH, стопка полосона f и h равно 0, то это будет переопределенная система на коэффициентный интеграл. Поэтому давайте задачу усложним и потребуем, чтобы геодрический поток был интегрирован только на одном уровне энергии. Дело в том, что в магнитном поле динамика зависит от энергии. То есть если мы энергию возьмем очень сильную, или можно наоборот сказать, что магнитное поле очень слабое, то траектория будет не сильно отличаться от геодрического потока. А если магнитное поле, наоборот, очень сильное, то круглая точка будет в окрестности одной точки болтаться. Поэтому от энергии динамика зависит. Но давайте зафиксируем какой-то поле энергии, скажем, h равно 1,2. Так вот, теперь я хочу сформулировать наш стильный результат. Существуют вещественно-энергетические метоки на двумерном торе, которые бесконечно близки к метрикам Леу-Вилля, и для которых существует слабое магнитное поле такое, что на уровне энергии h равно 2 диагрический поток не интегрирован. И изучают определенный интеграл второй стильный. И вторая диаграмма. Значит, если мы потребуем, чтобы энергетический поток был интегрирован на всех уровнях энергии, не только на одном уровне, а на всех, тогда вот в этом случае эта ситуация сводится к предыдущему примеру, когда есть интеграл первой стильный. Значит, как она была доказана? Значит, она была доказана? Можно я поформулирую? Поформулирую первую теорему. Я не специалист. Значит, там есть такая кардиология. The energy, уровень энергии h равняется 1,2, как polynomial in moment first interior. Можно прокомментировать, что это примерно означает? Это означает, что если мы фиксируем уровень энергии 1,2, то существует функция, которая является функцией второй степени по импульсу. То есть второй степени по P1, P2. И вот она будет постоянно на всех траекториях, вот на этом трехмерном торе. Если мы h сфиксируем 1,2, то будет трехмерный тор. И траектории живут на этом трехмерном торе. Вот эта функция, она будет постоянно на всех траекториях. Это интеграл. Значит, как она была доказана? Доказательство такое. Во-первых, надо понять, что означает, что магнитный гедрический поток интегрируем на одном уровне энергии. Ну, это вот как можно понять. Вот давайте фиксируем этот уровень энергии h1,2. Тогда в каждой показательной плоскости этот уровень выделяет некоторую окружность, которую можно спроэнтализовать вот таким образом. Тогда гометонная система на этот уровень энергии перекисывается в таком виде. И если мы возьмем тригометрический поленом, по φ, и запишем условие, что он постоянен в той или иной такой траектории, то получается вот такая система уравнений. Если мы теперь возьмем коэффициенты в этой левую часть, то получается та система уравнений, которую я говорю, сейчас она будет видна. Сейчас я покажу я на видео, примерно равную, как она выглядит. То есть, если мы опять получаем вот такую поизменную систему равнений в общем случае, значит, эта система также обладает невариантами Риммана и бесконечным числом законов сохранения. Ну а, собственно, наш случай, который мы рассматриваем, n равно 2, он выглядит таким образом. И вот у нас есть система по изменным уравнений 4х4. Матрицы А и В есть в представленном явном виде. Они зависят от f, λ, g и f. Значит, λ – это метрика. Магнитное поле выражается через функции f и g по такой формуле. И вопрос заключается, есть ли какие-то периодические решения вот в этой конкретной системе. Вот она в точности описывает интегрированный геодерический поток, магнитный геодерический поток на одном уровне Р. Вот, на первый взгляд, оно ничем не отличается от систем для геодерического потока. Вот если написать, что есть полимерный геодерический поток, получится очень похожий матриц. А сейчас, кто ещё форматизует магнитное поле? Магнитное поле здесь g по x минус f по y. И нас интересуют, есть ли какие-то периодические решения в этой системе. И, собственно, наш результат заключается, что есть метриальные решения. Вот и в этом весь парадокс этого результата. Значит, как это было доказано? Значит, это было доказано в следующем образе. Во-первых, можно заметить, что есть частное решение у этой системы. Дело в том, что если мы возьмём, выключим магнитное поле, то мы знаем, что есть леувилевая метрика. И эта леувилевая метрика с леувилевым магнитным полем даёт нам решение вот этой системы. А именно, можно проверить, что U0 является решением вот этой системы. То есть λ и U0 имеют вот такой вид, а остальные две функции, вот так же, нулевые. И вот в прямой подстановке можно убедиться, что это решение. И вот это частное решение, как я уже сказал, как раз отвечает интегрируемому геодезическому потоку с нулевым магнитным полем. То есть это означает, что есть интеграл такого вида, второй свет не появится. Следующий шаг заключается в следующем. Давайте рассмотрим такую эволюционную систему. U по T, A1, U по X, B1, U по X. Где A1 и B1 это вот такие конкретные маркции. Значит, четвертого порядка. Да, четвертого порядка. Значит, какое имеет отношение вот эта эволюционная система к нашей системе, я сейчас объясню. Дело в том, что вот эта система создает симметрию нашей системы.